Без всяких сомнений, ведьмаки искусные воины, обладающие не только множественными знаниями касательно магии и монстров, умением применять простейшую магию, пить волшебные эликсиры, а также орудовать своими клинками, но и делать все это на недосягаемом обычным человеком уровне. Ведь плохо знающий свое дело ведьмак уже не ведьмака, а корм для одной из сотен разных тварей с просторов Неверленда, что для нормального ведьмака непозволительная роскошь. Но давайте представим, что ведьмаки не универсальные воины, а вроде как рабы своего выбора, одного из трех, фехтования, алхимии или знаков, и попробуем создать билд опираясь только на одну линейку скиллов, красных, синих или же зеленых, сохраняя свой выбор и в мутациях. Начнем вероятно с самой основополагающей линейки, фехтования, ведь в большинстве своем ведьмаки пользуются преимущественно клинками, а все остальные элементы носят дополнительный или даже рекомендательный характер. Наша цель рассмотреть все красные скиллы и используя только их создать сильный билд, который может позволить сражаться с сильнейшими врагами, в том числе и превосходящими нас по уровню. Поехали! Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. На самом деле меня не единожды просили сделать билд только по фехтованию, а потому это не только эксперимента ради, но и работа с пожеланиями. Начнем с того, что фехтование по сути и так является основной линейкой для убийства монстров, ведь она напрямую повышает нашу атаку посредством усиления урона от легких и тяжелых ударов, а также позволяя контролировать адреналин, который является универсальной субстанцией, позволяющей и увеличивать урон, и увеличивать шанс скрита, и применять знаки за ее счет, и даже поиграть в Иисуса, возрождаясь после казалось бы смертельного удара. Поэтому шансы сделать действительно сильный и рабочий билд у нас, конечно же, есть. Начнем с трех основополагающих навыков, касающихся легких ударов. Помить тела, точные удары и вихрь. Это та база, которая будет давать нам силу удара, шанс и силу крита, а также возможность наносить этот потенциальный урон посредством вихря. При этом, вихрь в данном билде, это основополагающий навык, который мы используем в любой удобный момент, так как именно он будет давать нам безумный урон. При этом, линейку тяжелых ударов в рамках базовых навыков мы даже не рассматриваем, ибо их реальная полезность и ДПС гораздо ниже, чем у легких ударов. Второй тройкой базовых навыков станет святая троица адреналиновых навыков. Решительность на сохранение адреналина, бессмертие на воскрешение за счет адреналина и лезвие бритвы на халявное очко адреналина. Эти навыки позволят нам с самых первых секунд или закружиться в вихре для быстрого уничтожения противников, или войти в бой, не опасаясь за свое здоровье. При этом, стоит обратить внимание на тот факт, что главными для нас являются именно решительность и лезвие бритвы, так как они помогают нам использовать вихрь, сохраняя и добавляя адреналин. Бессмертие же тратит наш адреналин и не дает нам пользоваться вихрем. И не забывайте два важных момента. Во-первых, если вы активно использовали вихрь, потратив весь адреналин и после этого получили смертельный урон, то навык бессмертия не сработает, ведь не будет для его срабатывания необходимого адреналина. Потому я советую или оставлять одну ячейку адреналина на всякий случай, или точно убивать врага. Вторая особенность бессмертия в том, что у него есть кулдаун, то есть данный навык не перезаряжается мгновенно. Если вы умерли, воскресли, использовали лес с морибора для мгновенного набора одного очка адреналина и опять умерли, то навык не сработает. Кулдаун скрытый и равен примерно 30-60 секундам, имейте это в виду. Хотя, если вы уверены, что умирать не будете, можете заменить этот навык на любой другой. На этом база готова. То есть, если вы любитель фехтования, но не хотите делать 100% билд на фехтование, и при этом вам лень смотреть мои остальные видео, то берите эти 6 навыков, остальные заполните чем хотите, и ваш билд все равно будет использовать все основные, самые важные и сильные фишки линейки фехтования. Но если вам этого мало, то далее 3 дополнительных умения, которые хорошо влияют на ваши боевые характеристики. Во-первых, смертельная точность для мгновенного убийства любого противника, кроме боссов. Навык легендарный, я его очень люблю, даже отдельное видео ему посвятил, но срабатывает с крайне небольшой вероятностью, что и делает его довольно ситуативным, и надеяться только на него не стоит, ведь это максимум 6% при полном адреналине, плюс пара процентов от меча, и все. Это максимальный шанс срабатывания этого навыка, хотя иногда он прям всех подряд с одного удара косит. Во-вторых, легкость ног для тотального уклонения без получения урона. Это как раз таки для того случая, когда вы уже использовали вихрь, но часть монстров осталась, и вы хотите немного изменить свою боевую позицию на более выгодную, при этом не получив урона. Кстати, это идеальный навык для замены бессмертия, но учитывайте, чтобы вовремя уклоняться, необходима определенная сноровка. Последний из дополнительных навыков, которые мы возьмем, это сковывающие удары, которые стабильно добавляют противникам эффект кровотечения в размере 125 единиц урона в секунду. Навык крайне слаб на высоких уровнях из-за своего малепусенького урона, но зато он наносится со стопроцентной вероятностью и всем, кто имеет возможность кровоточить. Копейка рубль бережет, как говорят. Тут то же самое, 125 урона иногда могут вам сильно помочь. Это был расширенный список навыков. Если бы я делал сильнейший билд на фехтование, скорее всего на этом бы я остановился, но у нас есть еще 7 ячеек и вопрос, чем их занять особо не стоит. Последняя тройка крайне ситуативных навыков начинается с умения контратака. Его главная особенность в том, чтобы нанести повышенный урон при контратаке, тем самым быстрее убить противника. Идеально подходит для борьбы с последними оставшимися бандитами, когда адреналина на вихрю же нет, а убить их как-то надо. Но у данного навыка есть несколько своих особенностей. Во-первых, он применяется не для всех. Особенно тяжело контратаковать монстров. А во-вторых, зачем контратаковать, когда шквал легких ударов легко переведет противника из ранга живых в ранг мертвых. Второе умение – отражение стрел. А оно и вовсе работает с одним из не самых частых противников – лучником. И то можно поставить квен, который поглотит урон, использовать аар для отклонения стрелы, надеть специальные доспехи, зачаровать любые другие доспехи, и даже просто двигаться или убить лучников в самом начале, чтобы они не доставали. Лично я никогда этот навык для себя не качаю. Ну и ячеек много, так почему бы его не взять? Последний навык – это рекогнева. И тут все просто. Навык можно брать, если вы хотите периодически использовать знаки с максимальной силой, при этом затрачивая 3 очка адреналина. Но как по мне, для данного билда единственным знаком, который стоит применять, является квен. А его усиливать не нужно, он и так в любом случае один удар выдержит. Но использовать 3 очка адреналина для усиленного бесполезного квена, и потерять при этом вихрь, можно легко. А потому я откажусь от этого навыка, и просто ради заполнения ячейки возьму навык «Молниеносные рефлексы» из линейки с арбалетами. При этом арбалеты мы, как вы понимаете, не качаем. Во время тестирования арбалетного билда мы выяснили, что он по сути бесполезен без мутации кошачьих глаза. А потому и вкладывать в него навыки я не советую. Что касается дополнительных ячеек, которые открывают мутации с дополнения кровь и вино, то их заполняем навыками на тяжелые удары. Ну или не заполняем вовсе. Так как их применение менее эффективно, чем применение легких ударов, а значит применять их в принципе не нужно. Мутагены, конечно же, все красные. И что касается непосредственно самой мутации, то это, конечно же, кровавая баня. Так как она позволяет увеличивать в течение боя урон, и при этом никак не завязана на контратаке. Что касается брони, то это, несомненно, школа кота, так как именно она завязана на нанесение прямого урона. Мечи сильнейшие, что у вас есть. Можете подобрать один из тех, о которых я говорил в видео про мечи. Из зелий нас интересует отвар Экима, который позволит восстанавливать здоровье при атаке, если вы боитесь за него. Или, наверное, лучше даже Альгуль, который позволяет быстрее набирать адреналин. При этом мы можем принять и один дополнительный эликсир. Например, Гром для базовой силы атаки, или Желез Морибора. Опять-таки, для выработки адреналина. По зачарованиям, все просто. На доспехе щит или отражение для удобства. На мечи рассечение для увеличенного радиуса вихря. Ведь именно через него мы будем максимально играть. Что касается боя, то поступаем так. Лезвие бритвы и Лес Морибора дают нам 2 очка адреналина в самом начале боя. Что позволяет сразу же применить вихрь. Все мутагены, мутации и навыки нацелены на атаку. Что в целом дает достаточный урон, позволяющий убить большинство врагов с одного прокаста вихря. При этом все навыки пассивно увеличивают прирост адреналина. И даже если он заканчивается, буквально несколько обычных ударов вновь восполняют его. При сражении с бандитами и утопцами нашего 53 уровня никаких проблем не возникает. Враги умирают с 3 обычных ударов или одного крита. С чудовищами даже еще проще, ведь настаканный арандит всегда критуют. Да и в целом у Серебряных мечей урон выше. При сражении же с Нильфгардом в их лагере сложность немного повысилась. Ведь одни практически на 15 уровней выше, но умирали также с одного прокаста вихря. Хотя и реализовать его было довольно сложно. А вот перебравшись в новую игру плюс, в ту сент, на 54 уровне бандиты в нашем любимом форте примерно 90 уровня. И вот они уже доставляют реальные проблемы. Ведь умирать даже с полного прокаста вихря они не всегда хотят. Но в принципе жить тоже можно. И даже полностью зачистить этот форт. При определенном умении конечно же. После тестирования я готов выделить два направления, по которым наш билд проседает. Во-первых это нехватка выживаемости. Даже враги нашего уровня убивают нас за 1-2 удара. Ну и мы их тоже, что явно играет на руку именно нам. А вот тусенские бандиты делают это за 1 удар. А нам их мутузить приходится по несколько минут. Выход конечно же есть и он подробно разобран в билде про защиту. Вторая проблема это низкий урон. Дело даже не в том, что он низкий, а в том, что у нас он не реализуется на 100%. Из-за низкого шанса крита, который поднять можно навыками из алхимии. Но нет, ведь тогда бы это был уже не идеальный билд на фехтовальщика. В любом случае любителям фехтования не стоит бояться и можно смело прокачивать только красные навыки. Ведь билд получился довольно сильным, хоть и не раскрывает весь свой потенциал. На этом у меня все. Всех поздравляю с наступившим 2017 годом. И сочувствую возвращению в привычное учебное или рабочее русло. В описании под видео будут ссылки на все упоминавшиеся ролики. Про смертельную точность, про билды на защиту, про арбалетный билд и так далее. Кроме того в описании есть видео про то, как применять вихрь. Если у вас конечно же есть такой вопрос. Любые другие вопросы задавайте в комментариях, я постараюсь на них ответить. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось видео, а значит оно заслужило лайк, а я подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления в выходе новых видео, нажав на колокольчик. И тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. А перед просмотром нового ролика, не забывайте отключать отблок. Это очень помогает каналу. Далее мы разберем сильно ожидаемый мной билд истинного наркомана. Увидимся в нем. И на этом пока, всем пока-пока.